Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. Приближается к концу пора цветения пионов. Самое время позаботиться о цветении следующего года. Именно сейчас это время, когда мы закладываем основу хороших и качественных цветов, которые будут радовать нас пионы в следующем году. С чего начать уход за пионами в этот момент? Ну, прежде всего, с обрезки отцвевших цветков. Мало того, что у многих сортов, которые отличаются крупными цветами, лепестки не опадают, и загнивающие в сырую погоду лепестки могут служить основным источником дальнейшего заражения растения таким опасным заболеванием, как серая гниль. Все вы знаете наверняка, что серая гниль одно из самых вредоносных заболеваний, которые уничтожают всю радость общения с пионами в нашем саду. Поскольку при раннем течении этого заболевания повреждаются ростки, и мы теряем практически цветение, мы теряем наше растение. Чтобы не доводить дело до химических обработок, просто обрежьте сейчас цветки пионов, которые уже прекратили свое цветение. Кроме того, многие сорта пионов, особенно из групп анимановидные, из полумахровых, они способны завязывать плоды. Плодоношение пионов, это, конечно, интересно, вы можете попробовать вырастить какой-то свой особенный гибрид, который будет отличаться от тех растений, которые уже есть у вас в саду, но в то же время он может и ничем не отличаться или даже вернуться к диким признакам пиона молочноцветкового. Но при этом завязывающиеся плоды очень сильно ослабляют корневище пионов. То есть при обрезке вот этих цветочных головок мы направляем все силы, которые в этом случае тратились бы на завязывание и развитие плодов, на усиление наших корневищ, которые будут закладывать в данный момент цветочные почки следующего года. Есть особенность при обрезке пионов. Важно сделать это не заходя очень низко по стеблю. То есть мы обрезаем вот эти отсвевшие цветки практически над первым, вторым листом сверху. Но в любом случае мы не режем ниже, чем листья становятся сложными. То есть если мы срезаем сверху, как правило, под цветком находится лист простой. Вот этот лист мы еще можем срезать, а листья, которые ниже, мы оставляем. Все эти листья нам сейчас очень важны. Дело в том, что сейчас идет активная фаза запасения питательных веществ. И даже если вы видите какие-то признаки заболеваний на наших листьях, например, появились пятна альтернариоза, старайтесь сохранять эти листья максимально поздно. Обрезать их следует не раньше середины-конца августа. Вообще, конечно, в идеале сохранять эти листья вплоть до заморозков первых, которые практически полностью прекращают фотосинтезу пионов. Что мы можем сделать еще? Ну, если вы видите, что на ваших пионах появились признаки заболеваний, самое время провести искореняющую обработку. На пионах лучше использовать медь, содержащие препараты. Например, ХОМ очень хорошо себя показал. Неплохой эффект против серой гнили оказывает АЗОФОС. Этот препарат, он кроме того, что уничтожает серую гниль, он способен частично восполнять дефицит растения в питательных веществах. Кроме того, после обработки, после того, как мы обрезали все, что уже отработало в этом сезоне, необходимо провести подкормку. Эта подкормка является, по сути, последней в этом году для пионов. Одна из наиболее важных подкормок, которая отвечает больше не за развитие самого куста, она больше отвечает за цветение, за хорошую сохранность корневища. И в это время мы вносим удобрение комплексное, которое содержит большое количество фосфора и калия. АЗОТ также важен. Мы не используем полностью безазотное удобрение. Лучше всего использовать такие удобрения, как фертика осенняя, либо амофоску, либо другие смеси, которые содержат в большей части фосфор и калий. Нежелательно использовать сложные удобрения, в состав которых входит калийная соль. Дело в том, что пионы относятся к культурам, которые плохо переносят наличие хлора в почве. И использование калийной соли для подкормок нежелательно для этого растения. Можно использовать также такие органические удобрения, как мясокосная мука, либо кровяная мука. Это вообще на самом деле очень хорошее удобрение как раз именно для пионов и для вот этой летней подкормки. В чем особенность подкормки пионов? Дело в том, что все вот эти осенние удобрения, они являются медленно действующими и медленно растворимыми. Для того, чтобы максимально облегчить их проникновение к корням пионов, желательно их растворять заранее. Кроме того, если мы отдельно смешиваем фосфорные удобрения, то фосфорные удобрения для того, чтобы они хорошо высваивались, их вообще желательно заливать кипятком. Только в этом случае они практически полностью растворяются. Иначе практически всегда остается осадок, который плохо растворимый. И еще одна особенность для того, чтобы донести эти удобрения именно к корневищам пионов, а не подкормить траву, которая растет возле вашего куста. Их вносят на некоторые углубления. То есть копается канавка вокруг куста пиона. Копается она не очень глубоко, буквально на полштыка, на штык лопаты. И проливается почва. Либо, если вы ожидаете дождя или вносите такие удобрения, как мясокостная мука, то можно прямо вот эту канавку насыпать в сухом виде. И затем почва заделывается. После подкормки, если стоит жаркая, сухая погода, я рекомендую полить пионы. Они всегда с благодарностью отзываются на эту процедуру. И именно такой уход позволит вам получить в следующем году максимально пышное и красивое цветение. Надеюсь, что мой рассказ был вам полезен. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.